Ну, если у Макрона за дни войны выросли и оттопрились уши, то у Джонсона выросли клыки. Аккуратненькие такие, вполне британские, чистенькие, отполированные, но от этого не менее смертоносные. Все объяснимо. Макрон в основном работает ушами, подсев на странный политический секс по телефону с Путиным. А англичанин Джонсон точит свои клыки. Похоже, он пока единственный отчетливо понимает, что решающая всемирная битва, человечество с Путиным и его Россией все-таки неизбежно, что все только начинается. Что наступит роковая минута, когда цивилизации придется сомкнуть ряды и примкнуть штыки. Когда французу, немцу, итальянцу, португальцу, японцу придется встать плечом к плечу, забыв про реверансы, про телефонные беседы и размазывание дипломатических соплей. Уже без вздохов про газ, балалайки и цену на бензин и пиццу. Это совершенно жутковатая новая реальность, в которую въехали пока очень-очень немногие. Вот в понимальце этой реальности внезапно и очень вдруг вписался президент Казахстана. Вписался красиво, использовав для своего эффектного появления путинские любимые декорации Петербургского экономического форума, куда его неосмотрительно пригласили. Такаева, да? Там Такаев дважды, без суеты и эмоций, очень вежливый, очень основательно плюнул в кожаное лицо кремлевского владыки с ядерной бензопилой. Первым плевком стал категорический отказ в признании каких-то там ДНР, ЛНР. Вторым категорический отказ от ордена Александра Непстова. И дело было даже совсем не в очередном хамстве Путина, который в очередной раз переврал имя, фамилию Такаева, публично обозвав, ну, чем-то вроде Саплимурдыш Шалашевич. Тут даже злого путинского умысла, кстати, не было. Он по подворотницкой, гопницкой, питерской привычке подчеркнул культивировавшийся всегда в Совке и в Российской империи вот этот пренебрежительный тон ко всяким инородцам, надсменам, вне зависимости от их ранга и их звания. Это культивировалось всегда и на всех уровнях, что-то вроде искренней уверенности того же самого Николая Кровавого в том, что молдаванин – это профессия. Так и Путин по совковому воспитанию показал, что нафиг ему неинтересно знать, как именно зовут казаха. Это не оскорбление, а просто указание на коврик у двери. Но Такаев в очередной раз, в третий раз, на коврик не лег. Путин так удивился, что даже отвлекся от публичной добычи козявок, который был очень увлечен и поручил с царского плеча этому соплимурдышу, по его выражению Шалашевичу, какой-нибудь утешительно подкупительный орденок. Навесите ему. Кстати, как-то отлично видно на видео у меня в Телеграме, с форума, видео с форума, Путин отлично ковыряет носу и даже, кстати, на публике видно, что человеком разработана сложная козяводобывательная методика и отрепетировано каждое движение, которое позволяет скрыть нос, дри палец. Но вернемся к высокой теме ордена и вообще орденов. Служба президента на всякий случай таскает с собой чемоданы. И этого барахла тоже. Африканцы особенно от орденов тащатся. Но и на Такаева тут же стали вешать то, что оказалось непосредственно под рукой. Ну, нашелся орден Александра Невского. Такаев и тут оказался не дурак. Во-первых, от такого ордена потом фиг отмоешься. Да и принимать какие-то побрякушки от парня, которого на днях признают международным террористом, глупо и весьма и весьма рискованно. Наградная команда все равно упорствовала. Она долго гонялась за умным Такаевым по экспоцентру. Кричала и мамой клялась, что орден очень хороший, очень проверенный и даже предъявила справку, что орден новичком не намазан. Отсутствие новичка было, конечно, приятным бонусом, но Такаев ордена все равно не взял. Не взял. В общем, все обозначилось. Начались разборки, кто вообще позвал этого соплимурды на мероприятие и нафига позвал. Тут, понятное дело, опять подвела разведка, которая понятия, оказывается, не имеет о настроениях того, кого зовут на такие форумы. Но у российской разведки свои известные беды. Недаром на штаб-квартире ГРУ уже который год висит объявление. Объявление требуются разведчики, работа сутки через трое, реальная мультивиза, суточные в валюте, ну и так далее. Знаете, наверное, что очередной феерический прокол совершился не где-нибудь, а в Гааге, где русский разведчик устроился уборщицей в тот отдел Гаагского трибунала, где собирают документы о военных преступлениях России в Украине. Даже свой измельчитель бумаги разведчик приволок на своем же горбу, но не смог найти розетку, из-за чего поцапался с местным электриком и, разумеется, был тут же разоблачен. Ну, это вообще школа Петрова-Баширова. Ничего удивительного. Вот готов ли Такаев встать плечом к плечу с Джонсоном? Куда он денется? Происшествие на форуме доказало, что Касым Жамарт Кемелевич точно не идиот. Так что встанет. Встанет, когда придут последние времена. А может быть и чуть-чуть раньше. Судьба ордена Аневского, от которого удрал Такаев, неизвестна. Возможно, он украсил челмутолин. А может быть, этот орден все же был вручен роботу-буфетчицы Дуняша за доблесть, за то, что будучи простой американской секс-куклой, с проводным питанием, с китайским программным управлением, куклой, некрещенной и беспартийной, Дуняша все же отстояла право России считаться передовой технической державой. Конечно. Вообще, российскому режиму надо подумать, было бы над расширением, расширением палитры государственных наград. Палитра на данный момент бедненькая, скудненькая и не учитывает всех реалий современности. До сих пор не созданы ордена благоверного Малюты Скуратова и святого преподобного Берии Скрипановца. Без них, ох, без них скучают груди генералов нового КГБ. Причем, можно же делать эти новые ордена с новациями, с фантазией, так, чтобы орденская цепь в нужный момент стремительно укорачивалась бы и душила нафиг носителя. А для отличников культуры нужен, вероятно, орден Григория Распутина. С учетом того, что старец Григорий особо не разбирал кого имел, мальчиков, девочек, дам или генералов, царевича или его маму, орден может быть в очень гибком исполнении и с легкой трансформацией в форму и режим вибратора. Он отлично подходит для патриотической элиты. Очередь выстроится, Лепса и Машеньки шукшины будут принимать его из рук диктатора в самом глубоком поклоне. Отметь, отметим, никак не отражен пока в высокой государственной символике и в воинских наградах украинский унитаз, добыча которого для 90% путинской армии была и есть основной мотивацией участия в этой войне. этой высшей наградой можно было бы заменить морально устаревший Орден Победы. И тоже бы стояла очередь из генералов, из живых и мертвых. Что такое Россия? Это прежде всего шашлык. И не только потому, что нынче ею питается весь Кавказ. Там, кстати, Россию всегда отлично готовят. Но не только поэтому, а по принципу государственного устройства. Это прежде всего шампур, на который нанизаны люди, судьбы, оружие, кланы, триллионы долларов и множество преступных по своей сути организаций, таких как там Роскомнадзор, Светком, Росгвардия, прокуратура, ФСБ, ФСИН, Минздрав, пропаганда, контора подделки выборов клана Кавказа, ну и так далее и тому подобное. Все это вымачивается в маринаде путинского историко-мистического маразма и готовится в огне вечной войны. Все эти шашлычины пронзены, нанизаны крепко, но при этом шашлычины друг друга преимущественно ненавидят. Этот шампур, это Путин и его секта. Несколько сотен или несколько тысяч высших чиновников, объединенных обожанием Путина. Никакого государства нет. Структуры государства нет. Есть безропотная тоталитарная секта Аум-Кремликё, ее иррациональная религиозная вера во всемирную надмирную роль Путина и в его гений. В тот день, когда смерть, ожиревшая на Донбассе, перекормленная трупами, смерть вспомнит, что помимо прав у нее есть еще и обязанности перед людьми, и она наконец-то притащится в Кремль, тогда шампур исчезнет, и шашлычины обрушатся, и смешаются, и вступят в битву между собой, и это будет еще веселее. Никакого вообще другого объяснения происходящему кровавому маразму, кроме того, что верховная власть захвачена вот этой сектой Аум-Кремликё не существует. Она, как я понимаю, секта создана точно по такому же принципу, что и все остальные тоталитарные секты мира. Скорее всего, сложилась она не намеренно, а случайно. Так чаще всего и бывает. Ее верховное божество Путин. Но, кстати, весь этот рискованный эксперимент прояснил, насколько потрясающие открываются возможности перед теми, кто такую секту организовал. Только эта структура позволяет в современных условиях установить власть в действительности безграничного, реально абсолютного, а также сделать само государство инструментом абсолютно любого преступления. Этим государством крошить всех, кто попадается под руку с такой же легкостью, с какой кожаное лицо употреблял бензопилу и с тем же азартом. Вот от вставления швабры до вставления дивизий соседев в их самые деликатные места всего один шаг. Надо было насторожиться раньше. От пропитки синих трусов до умышленной бомбежки роддома и набитого детьми театров примерно такая же дистанция. В любом другом государстве все это было бы абсолютно невозможно. Только вовлеченность в тоталитарную секту гарантирует власти внутреннюю безнаказанность. Механизм образования секты идентичен везде. Хоть в древнем Израиле, хоть в Алабаме 19 века и, как видим, в России 21 века тоже. Новенького во всем этом нет вообще ничего, кроме того, что никогда еще тоталитарная секта не пробовала управлять государством. Не было бы секты, не было бы и войны, не было бы разрухи, не было бы изоляции и деградации и не было бы массового оподления. Кстати, если не было бы войны, военных преступлений России, мы никогда бы не узнали, с каким в реальности дерьмом мы дружим, с каким дерьмом состоим в родстве или в партнерстве. Мы знаем, что трусоватость и покорность это основные черты населения территории России и всех, кто воспитан ее культурой. И вот странно, маячком в запуганности может служить очень утонченный кинорежиссер, и это не Бредун Михалков в шапочке из фольги борец с рептилоидами, а весьма уважаемый в прошлом человек. Вот столько лет играть в пронзительную совестливость и так бездарно спустить все за три месяца, разменяв свой образ на позволение выставочек, фестивальчиков. Очень легко закрывать глаза на бучу и на десятки тысяч трупов, на оккупацию, на массовое горе людей, на новый гитлеризм и причитать про то, что вот фильмик, фильмик не допустили на какой-то фестивальчик, какая ужасная русофобия, какое преступление, вот обижают культурку русскую, какое горе. И это тогда, когда каждый звучный голос на счету. И тот, кто молчит, работает на режим и работает на войну. Сектантская конструкция обеспечивает власти, как я уже сказал, абсолютную безнаказанность любых преступлений, которые совершает власть. Создается особая атмосфера криминального комфорта. Что было бы, если бы государственные чиновники не состояли бы в путинской секте, где обожание и обожествление главаря является такой же нормой, как и во всех прочих религиозных сектах. Все было бы просто и быстро. К примеру, ну вот Путин заявляет, что он объявляет войну Украине. Генпрокурор делает ухо так и тут же, в ту же минуту возбуждает дело по 53-й статье УК и все. Война Путина с Украиной продолжилась бы ровно столько времени, сколько потребовалось бы на защелкивание наручников на его запястьях. А вот прокурор сектант, он угодливо улыбается преступнику, а наручники щелкают на руках тех, кто посмел восстать против войны, смерти и позора. Конечно, в сектантской форме есть и очень большие, очень большие достоинства. Вот ее кормчий, ее главарь секты может сам дойти до ручки и приказать всей своей секте самовыпилиться. И секта, как правило, слушается. Таких оптимистических примеров масса. Когда главарь командует, начинаются массовые самоубийства членов секты. А слушаться, как правило, никто не смеет и не решается. Так это сделал, как помните, Джонс с его Джонстауном. Так произошло и в Храме Солнца, и в секте Ветвь Давидова, в сектах Скопцов, в угандийской секте, у хлыстов. Но это слишком оптимистичный сценарий, чтобы его обсуждать всерьез. сегодня на мюнхенской конференции по безопасности ее глава Кристоф Хойзген, комментируя очередные бредовые людоедские выкрики Медведева, Димы, ну обычные, там всех убьем, все разбомбим, он грустно сообщил, простите, что я вынужден это произнести вслух, но Медведев клоун, клоун. Всемирная ассоциация клоунов тут же выразила протест и потребовала не приписывать откровенного дебила к клоунам. Но дело на этом не закончилось. Организация дебилов тоже заявила, что по уровню своего развития Дм Медведев в ее ряды принят быть никак не может и никогда в ней не состоял. Ой, Димон, вообще дело, честно говоря, плохо. Понятно, что нету народа фантазии. Когда откроется правда и об этой войне, и обо всем прочем, станет доступной она всем, для него все закончится обыкновенным фонарем. А жаль, кстати говоря, надо было бы по-другому есть. Более страшная казнь это на веки заселения в двушку на окраине Челябинска. Пенсия стандартная 1012. Соответственно, бачки с просрочкой, где его будут бить каждый день пенсионеры то заплесневелым батоном, то тухлыми пельменями, ему районную поликлинику. Он должен был бы дожить свою жизнь среди тех, кого он обобрал, унизил и обманул. Если бы не он и такие, как он, то у всех людей, с которыми Медведеву предстоит сидеть в одной очереди в поликлинику, рыться в одном бачке могла бы быть совершенно другая жизнь. Он виновник их убогости и нищеты, их безнадеги, и он тоже. И по идее он должен был бы разделить с ними их кошмарную участь, а им, людям, в одной с Медведевым очереди к бачкам или в поликлинике, им просто дать право плевать у него. И никаких фонарей не нужно. Ну, вот, пожалуй, все важнейшее на сегодня. Мы увидимся в среду, на Невзоровских средах. Еще не знаю, буду ли я один или буду я с кем-то. Подписывайтесь, пожалуйста, на Телеграм-канал. Не забывайте про донаты, благодаря которым канал Невзоров ТВ существует. Подписывайтесь на Инстаграм. И, разумеется, слава Украине и живи, Беларусь! Я не забыл про Сашу Габышева и все время слежу за ним и очень глубоко интегрированы в его удивительную, светлую, странную и такую болезненную для нас, для всех судьбу. И всем, кстати говоря, от него привет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода.